Например, сегодня вопрос, который беспокоит наших граждан, один из таких основных, это уважение нашей страны на мировом пространстве. Мы все знаем, что происходит. Идет зажимание, идет унижение, идет оскорбление. Мы это видим на спортсменах, мы чувствуем это на своих спинах, потому что это импортозамещение загнало людей, так сказать, в угол. Мы не получаем информации, которая действительно существует в мире, допустим, по проблематикам, допустим, продовольственной безопасности, потому что мы видим, что идет отрава, идет, значит, уничтожение генофона российского. Очень много людей, которые хотят понимать, почему решает только власть, а они не могут, хотя говорят о народовласти, а хотя говорят о социальной справедливости, а и нет этой социальной справедливости. Здесь, в общем-то, возникает такой диссонанс. Мне кажется, что в этом во всем виной является не только власть, здесь виной является и сам народ, потому что он способствует власти в этом, он способствует. Он не говорит, что он хочет, и не выражает свое волеизъявление. Волеизъявление можно выразить только через выборы, через свой голос, через свои эмоции. Вот этого нет. То, что происходит с социальной несправедливостью, либо, можно сказать, социальной справедливостью в стране, это просто верх кощунства. По-другому это не назовешь. Думаю, что надо все-таки власти прислушиваться к мнению народа и больше уделять этому внимания. Когда мы не можем, так сказать, влиять на какие-то решения, которые принимает власть, то мы получаем такую форму существования, как форму существования, вот именно существования и не более того. Потому что нет выражения человеческого «я», потому что оно задавлено. Оно задавлено свободой слова, оно задавлено либеральными ценностями, оно задавлено демократией, которой у нас нет и не было никогда. Может быть, какие-то начальные были поползновения в демократии, но сейчас ее нет. Все ценности демократические задавили. А самое главное, нету сегодня никаких социальных условий для жизни людей. Государство напрочь отказалось от того, чтобы заниматься нашими гражданами, чтобы развивать гражданское общество, чтобы патриотизм не постоянно прививать через средства массовой информации и говорить, что этот человек патриотичен, вот этот человек тоже патриотичен, а вот этим умалчивают. Нет, патриотизм – это другое чувство. Это чувство, которое должно рождаться, оно вызывает эмоцию тогда, когда оно должно приходить. А не когда его тебе говорят, что «давайте, где ваш патриотизм?» И человек говорит «а вот он мой патриотизм, вот он я, сейчас я соберу тут всех волков, и мы поедем на мотоциклах». Вот это патриоты. Какие это патриоты? Это не патриоты. Это реклама. Очень много вопросов об импортозамещении. Импортозамещение. Сложный вопрос. Для чего давить сегодня продукты, которые конфисковываются на таможне, и уничтожать? У нас что, нету детских домов? У нас что, некуда их отдать? Обязательно нужно их уничтожить? А потом сказать, что у нас в регионах детские сады, либо приюты и так далее, а другие социальные учреждения недополучают? Так вот же, пожалуйста. Это же эшелонами целыми давится. Нельзя так подходить к вопросу. Власть, власть не имеет у себя никакой ответственности. Она безответственна сегодня перед народом, она безответственна сегодня перед поколениями, перед будущими и перед своими предками. А это говорит о том, что у власти нет никаких нравственных ценностей. Они напрочь отсутствуют. Есть только деньги, есть коррупция и есть вещи, которые их интересуют. Это сиюминутные интересы. Как победить коррупцию? Ни в коем случае я бы не стал бороться с коррупцией, потому что это вызовет серьезное противодействие. И только наоборот волна будет нарастать, потому что коррупция не может быть побеждена. Она может только быть сужена до самого минимума. До самого минимума. Вот тогда уже можно и другие, так сказать, механизмы, инструменты применять для работы государственного, так сказать, управления. Невозможно убрать коррупцию ни в одном государстве мира. Во все времена... Ставят убрал коррупцию при помощи гласности... Несколько тысяч лет назад идет коррупция и убрать ее невозможно. Ее можно только уменьшить до самого минимума. Страх. Только страх приводит к минимизации коррупции. Только страх. Перед неотвратимостью наказания. И совершением действия. Власть сегодня, она имеет возможность, без мнения людей решать сама. Надо ей выбираться. Надо ей не выбираться. Надо ей идти направо. Надо ей идти налево. Надо ей организовывать войну. Надо ей не организовывать войну. Власть сама знает, что ей делать. Но мое мнение такое, что все равно мнение людей должно учитываться. Потому что, а что будет происходить, когда полностью уже власть отвернется от наших граждан и будет, так сказать, между собойчиком решать все вопросы. Да будет происходить только одно. Это настоящая анархия и беспредел. А где законы? А где правовое государство? Так мы говорим о том, что мы еще не просто... Мы суверенное государство, которое входит в состав суверенных государств. И мы не просто государство, мы федерация. А федерация, это значит, мы сообщество государств, республик. И здесь должна быть ответственность. Самая главная проблема – это безответственность. Вторая проблема, которая сегодня у нас стоит, это все-таки, конечно, идеология. Идеология, которая запрещена. Но как же можно без идеологии? Каким образом? Вот для меня, допустим, непонятно. Привить ребенку семейные ценности, духовно-нравственные ценности, создать ему рост. Ведь он же хватает все, что ему не нужно, ребенок. Потому что он как губка всасывает все. Это свойственность, это природное явление. Оно никаким образом не может быть вырвано из него. Для этого обязательно государство должно отслеживать четкое, так сказать, духовно-нравственное, культурное, общечеловеческое направление, которое, курс, который задает государство, этот курс должен быть четким, выверенным и понятным. Сегодня этого нет. Никто не понимает, куда идем, зачем идем, с кем мы идем. Как начинаются выборы президента, так происходит чехарда. Пойдет Владимир Владимирович на выборы или не пойдет Владимир Владимирович на выборы? А может быть, Дмитрий Анатольевич? А может быть, еще кто-то? Для чего это нужно? Если президент идет на выборы, он должен четко сказать, я иду на выборы. И перестать этой чехардой заниматься. Вот это лично мое мнение такое. Что касается территориальных притязаний, за которые сегодня и идут все проблемы, что мы якобы нарушили стабильность границ и территориальное неприкосновение к суверенно-государственным территориям. Да, можно трактовать, что мы нарушили, можно трактовать, что мы не нарушили. То есть, опять же, двоякое такое мнение. Кто-то говорит, Крым наш, кто-то говорит, Крым не наш. Есть четкое понятие по Крыму. Если мы законным путем провели референдум и граждане сказали, мы хотим быть в составе России, то значит, с юридической точки зрения, в Российской Федерации утвержден еще один субъект. Это Крым. И это законно. Второй момент, если мы говорим, что наш Крым или не наш Крым, мы говорим, Крым наш, Крым наш или не наш. Я хочу сказать только одно. Крым принадлежит крымчанам. И их право делать выбор, чей Крым. И они сделали этот выбор. Они на референдуме проголосовали. Мы хотим быть в составе России. Я вам хочу сказать сегодня одно, что если мы сегодня скажем, что применяем ресурсную экономику и эти ресурсы будут перераспределяться со следующего года каждому, каждому гражданину России и при этом даем льготу для украинцев, я вам хочу 100% вас заверить, что завтра в Украине не будет ни одного человека. Все придут сюда и объявят Украину Россией. Вот так и будет. И поляки объявят себя Россией. И Литва. И вся Прибалтика. Включая часть еще и европейских государств. Захотят быть Россией. Но нам ничего не мешает это сделать. Сдерживание власти вот этих вопросов происходит только в одном... У власти сдерживание этих вопросов происходит только потому, что боятся они сами сказать, ребята, мы будем делиться вот этими природными ресурсами, богатствами с вами, с народом, с нашим народом, который уже устал. Устал от того, что ну грабили его, грабили. И сейчас продолжаем грабить. Хорош, мы вам сейчас дадим. Не только будем забирать. Они боятся это сказать. Боятся. Потому что они понимают, что если они сегодня это скажут, то а как же вот этот большой между собойчик, который есть, как же вот эти вот наработанные схемы. И здесь возникает страх. Страх возникает за безопасность. Страх возникает за свои, так сказать, накопления, которые непосильным трудом нажиты. Вот за это возникает. Поэтому я думаю, что вопрос в территориальных спорах, геополитические вопросы, они находятся в плоскости элементарных договоренностей. элементарных. Но сегодня, видимо, нет людей в дипломатическом корпусе, которые могли бы провести переговоры таким образом, где аргументировано четко сказать вот это наше, это не наше. Здесь мы, а здесь вы. Самая крупная страна в мире. Крупнее нету. По территории, по финансам, по ресурсам. Америка печатает, почему мы не печатаем, почему у нас нет до сих пор своих денег, почему мы подстраиваемся под какой-то ФРС. Откуда вы? Какой МВФ? Мы можем делать все, что хотим. Громадная страна. А мы привязаны к эмиссии. Мы привязаны к каким-то там расчетам. Глупости полные. Возьмите территории и начинайте их разрабатывать. Дайте возможность предпринимателям работать. Дайте возможность. Хватит их обкрадывать. Хватит уже вот эти вот налоговые льготы. Налог на налог и налогом погоняется. Сколько можно уже. Устал народ? Устали люди? Смотрят на это и думают, ну когда ж они нажрутся уже? В конце-то концов. дайте народу немного. Дайте. Отпустите вы эти вожи. Дайте людям спокойно жить. Дайте людям возможность работать, зарабатывать. Думать о будущем, о детях, о внуках. Думать о великой стране, которая действительно в своей истории не просто пережила потрясение, а смогла выжить, жить в ней и передавать поколениям духовные и нравственные ценности. Но и эти даже ценности пытаются сегодня отнять. Пытаются сказать, что это не главное у нас. Сегодня главное другое. Необразованность, плохая так сказать медицина, детские сады вообще не нужны или все платно. А где же деньги, ЗИН? А где деньги, ЗИН? Куда делись они из этой страны? Сколько у нас денег? И куда они уходят? Знает только маленькая горска людей, которая контролирует не только потоки финансовые, но и плюс контролирует еще, как народ там не помер, живой, а, ну пусть, пока посидят, отдохнут. А мы пока здесь будем трудиться. Вот эту социальную несправедливость, вот это мракобестие, которое творится во власти, я бы хотел прекратить. Я хочу, чтобы в нашей стране наши люди жили богато, я хочу, чтобы наши люди думали о том, что наша страна великая страна, я хочу, чтобы наши люди ощущали безопасность, государство должно социально их охранять, социально, со всех сторон, не забирать пенсию, не говорить, что там какой-то фонд украл пенсию, это что вообще за разговоры, где мы найдем, миллиарды воруют, а старики копейки считают, купить булку хлеба за 23 рубля, или за 17 из плохого хлеба, где совсем пшеницы нет, вот что происходит, вот это страшно, а на высоком уровне идет только разговор о продовольственной безопасности страны, никакой продовольственной безопасности нет, все уничтожили, нам нужно сегодня изменять систему, нужны подходы, совершенно новые подходы, нужны новые люди, не кумовство, которое процветает, и каждый тянет своего ребенка, да, это неплохо, но почему тогда, когда мы обращаем внимание на историю, говорим, вот тогда это было хорошо, а вот сегодня, вот так плохо, да все очень просто, золотой век, вспоминайте, когда все началось, византия, византия, проблема всего, вот это вот то, что нам навязали, это вот эти византийские штампы, то, что наследственность должна продолжаться, сын должен идти за отцом и занимать его место, глупости, каждый человек рожден совершенно принести и сделать другое, не то, что сделал его отец, если его отец родился художником, это не значит, что 100% населения родилось художником, это значит, что у него сын может родиться не обязательно художником, он может быть и поэтом, а может быть и слесарем, но эти качества должны видеть, кто-то же должен эти качества увидеть, где в нашем государстве тот орган, который бы поднимал человека по социальному лифту, придумали там какую-то придумали там какую-то значит президентскую команду, первая, вторая, да о чем вы говорите, нет никакой там кадровой политики, в стране должно быть министерство кадровой политики, без него невозможно будет создавать новые кадры профессионалы, профессионалов и вести четкую выверенную выверенную значит, управленческую государственную политику невозможно без профессионалов, невозможно без подготовки кадров, а у нас процветает кумовство, у нас процветает взятничество, у нас процветает то, что сын тянет отца, мама дочку и так далее, мама сына, почему? Дайте возможность им любить профессию любую и обществу ценить любую профессию как одну из уважаемых профессий, любая, потому что профессия в обществе, которая есть, она должна быть почитаема и уважаема, не должны говорить, что а, сантехник, вот там осенизов, нет, такого не должны говорить, должны говорить сантехник и очередь к нему выстраивается, говорит, о, это хороший профессионал, он сейчас сделает нам очень быстро и качественно, но ведь такого нет, нет, потому что человек, куда хочет идти, самое главное, это стать дипломатом и юристом, второе экономистом, третье уже пошло поехало, или же в какой-нибудь престижный вуз стать, допустим, там по специальности ядерщик, физик, но в этом ничего не понимать, или же допустим, пойти в МГУ на точную науку и сказать я теперь окончил МГУ, вот и все, все, что он может сделать, а в медицине что творится, посмотрите, сегодня мы имеем, значит, ряд специальностей и их сокращают, 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 такое ощущение, что у нас общество выздоравливает, выздоравливает, все меньше и меньше становится болезней, прям вообще здоровое общество, откуда друзья, откуда караул, а врачам говорят, извините, вы закончили университет, да, закончили, идите в ординатуру, сможете поступить, идите, а в ординатуре говорят, нет, у нас уже Иван Иванович, Иван Петрович, Елизавета Павловна, она уже у нас пришла, а кто такая, чего, она и работать не будет, а тот, который по призванию человек, врач, его сразу отмели, он идет фельдшером работать, вот это у нас происходит в стране, и что это справедливость, где справедливость социальная, куда мы идем, и самое главное, куда мы придем, мы можем так смотреть в каждую отрасль, в каждую область, вы посмотрите, что делается с промышленной политикой, нам говорят, что идет развитие производств, нам говорят, что территория опережающего развития это лучшее, что мы могли бы придумать, мы это взяли в Европе, в Европе, и даже не понимаем, каким образом это можно, так сказать, на наших территориях применить, и начинаем выдумывать, на наших территориях нужно применять не территорию опережающего развития, а делать индустриальные кластеры, где разрабатывать новые технологии, пробовать их, и дальше тиражировать по всей стране, вот это нам надо, нам надо не просто нарезать рамочно землю и сказать, ребята, покупайте, мы тут вам подвели коммуникации, и всех загнать на эти территории, нет, нам нужно сделать следующее, сказать, ребята, вы живете здесь, и обслуживание, грубо говоря, вас должно происходить здесь, не где-то там, за 3-9 земель, я должен ездить, значит, 150 километров, чтобы свой бизнес развивать, нет, надо применить так называемую форму бизнес-теплиц, живу рядом и делаю производство рядом, каким образом можно сделать производство, допустим, в технопарках, да, можно, значит, зубные щетки выпускать, сыры, колбасы, а коровник я могу ли там поставить в этом технопарке, а обогатительный завод я могу поставить в технопарке, разбежится технопарк, так где же у нас бизнес-теплицы, куда мы идем, руководство смотрит только на крупный бизнес, им не интересен средний и малый бизнес, потому что его легко контролировать, его можно обязать, и связать какими-то обязательствами, вот это можно, а малый средний бизнес, как ты обяжешь, он свободный, он делает то, что он может, он вкладывает свои деньги, старается привлечь новую технологию, и выживает как может, а ему по башке 44 закон, говорят, ну-ка давай-ка ты встрой сюда вот, а там коррупция, а там опять сидит дядя с рукой волосатой и говорит, ну-ка сюда, а я под вас подстрою техническое задание, и вы получите, а выполнять не обязательно, получите 30% аванса, и можете бежать, так и происходит, а потом почему не выполнено, почему не освоено, почему в стране нет ничего, где жилье, все до 2007 года должны были, вся страна должна была быть обеспечена уже жильем, дешевым, где жилье, доступное жилье, нету, в Москве, посмотрите, за две ночи снесли фактически всю продовольственную безопасность, за две ночи, все киоски, а для чего это сделано, да только для того, чтобы потом сети говорили, вот здесь вот мы на колбасу поднимем цены, а здесь на баночке найти поднимем цены, народ будет кушать, найдут деньги, захотят жрать, вот что они скажут, а нет, мы устроим забастовку, на два дня закроем магазины и все, поголодают два дня, потому что больше купить негде, а то же можно было в киосочках купить и колбаску свежую, и молочные продукты, а что сейчас можно купить, да ничего нельзя купить, вы посмотрите, с любой станции метро выйдите, ничего нет, плитка, хорошая плитка, да, неплохо, стало красиво, широко, идет по этой широко, по этому широкому тротуару два человека и плюют на него и бычки кидают, готовимся к чемпионату мира по футболу, это что, такая необходимость, да, ну примем мы там 50 миллионов человек, да, получим мы прибыль, и куда она пойдет, туда же, куда идет от системы Платон, а она идет, вы знаете куда, в офшорной компании, а маленькая часть остается здесь, и нам говорят, что дороги ремонтируют, а потом дважды и трижды снимают с нас дорожный налог, с транспортного средства, так вообще по жизни снимают, даже когда ты его продал, а если ты не оплачиваешь, то умножают этот налог на два, и ты ходишь разбираешься, вместо того, чтобы работать, ты ходишь разбираешься с налоговым органом, это что, где здравый смысл, куда вообще правительство смотрит, они же думают о чем-то, они забыли сколько стоит булка хлеба, они забыли сколько стоит литр молока, они вообще забыли, какое животное дает молоко, вот в чем дело, я считаю, что вот это безобразие надо кончать, не могут люди, которые душой не болеют за страну, находиться во власти, это первое, второе, безответственные люди не должны там находиться, и третье, то, что если они там находятся, то должны написать заявление завтра же, тем самым по крайней мере скажут, попросят прощения у народа за то, что они приготовили нашему народу такую участь, народ выдержит, выдержит, переживет, перешагнет, перемолит их, и дальше пойдет, вот это вы увидите, это будет в будущем, будет, все равно социальная справедливость восторжествует, все равно государство будет заботиться о наших гражданах, и наши граждане будут богатыми людьми, они смогут наши граждане жить достойно, и будут уважаемы во всем мире, ни одна страна в мире не сможет плевать на Россию, страх будет в их глазах, когда они это будут делать, обнаглели вообще, какая-то страна размером с три копейки начинает указывать и говорить, что давайте сейчас мы вам тут трибунал присоединитесь и будете вот тут у нас младшей республикой пожирать вот эти вот плоды, которые наше правительство сейчас приготовило для нашего народа, вот что будет происходить, считаю, что натерпелся наш народ, пора нашим гражданам объединиться, пора нашим людям как-то сказать власти хватит, хватит, что делает ЦИК, не могут выйти люди сегодня на выборы, их просто сказали, что это бесполезно, а почему бесполезно, почему человек не может выражать свою гражданскую позицию через выборы, ведь это самое главное, что он должен делать, вы посмотрите, да потому что такие руководители ЦИКов, такие, как были, которые сейчас там находятся, они напрочь отбивают охоту это делать, единая Россия для них это все, ОНФ для них это все, а все, кто рядом, это так, ну и еще пару партий, Жириновский и Зюганов, Жириновский кричит уже сколько лет, то что он помогает людям, в чем помог не знаю, но принял ряд законов, которые не работают и против народа действуют, и Зюганов в том числе, мотивируя тем, что их мало, видите ли, мало, соберитесь, уйдите, будет больше, значит вместо вас не можете, уйдите, сдайте эти посты, а то сидите, протираете этой пятой точкой стулья пересиденцы, по-другому вас не назвать, приготовили себе уже места в Совет Федерации, будете вы там сидеть, выжидать, пока придет ваш звездный час, народ уже свое слово сказал, он вас не выбрал, первый раз не выбрал, второй, чего лезете в пятый раз, вам сказали сидите, а вы все равно прете туда, как будто бы, я не знаю, там медом намазано, справедливая Россия, где справедливость, где у нас, где это гражданское общество, где соцдеки, где это все, где Миронов, да он вот так сквозь пальцы смотрит на нас, на всех, этот Миронов, и его все, так сказать, и партия также, может быть они не хотели бы что-то сделать, но они не могут, они безголосые, потому что они не могут сказать, видите ли, выразить свое слово, но при этом говорят, что мы в думе бьемся, у нас такое мнение, глупости, никто ничего не бьется никуда, принимается одно решение, которое спущено сверху, и больше ничего не принимается, и не будет приниматься, пока в стране не будет сильной думы, страна будет слабая, пока в стране не будет ответственности, страна будет слабая, пока в стране не будет президента, который сможет сказать нет, в стране ничего не будет, Владимир Владимирович сделал очень много для нашей страны, да, но нельзя засиживаться, нельзя, третий срок это отсидел, четвертый перебор, просто перебор, вы сделали, Владимир Владимирович, вы молодец, спасибо вам, ну дайте дорогу молодым, как говорится, старикам у нас почет, вы можете быть хорошим консультантом, у вас огромный опыт, у вас хорошие мысли, как развивать, да, вы принесете еще столько пользы государству, что, но в другом качестве, не в качестве президента, и почетны будете, и уважаемы, и исторически будете всегда почитаемы людьми, но если вы пойдете сегодня на выборы, вы же прекрасно понимаете, что вы отвернете от себя людей, ничего за следующий срок не сделаете, потому что система будет продолжать это делать, то, что делает, система перемалывает все, ее надо изменять, вот поэтому я и предлагаю систему перехода, это субпереход, когда нужно изменить курс, изменить, потому что страна сбилась с курса, его надо изменить, систему нужно привести в нормальное состояние, и обеспечить нашим гражданам безопасность, и второй этап, уже тогда управлять этой системой, но этого никто не может сделать, никто, и не сделает никто, и никто не применит ресурсную экономику, а так и будет сырьевая, сырьевая, как она есть, а нам для выхода из вот этого всего, что творится вокруг нас, нужна как раз ресурсная экономика, экономика, которая даст возможность почувствовать, как человеку, так и предпринимателю и власти, совершенно другой глоток, свежий глоток, свежий глоток воздуха, это будет новое дыхание, это будет второе дыхание, которое будет вести нашу страну вперед, мы за пять лет можем стать страной, не догоняющей, как сейчас, а передовой, и быть в пятерке самых передовых стран мира, потому что, имея такие территории, имея столько ресурсов, биоресурсы, лесные, запасы у нас природные какие, и самое главное, это человеческий капитал, который не оценен никем, но мы же, вместо того, чтобы учитывать все это, мы учитываем совершенно другое, мы учитываем эмиссионные, эмиссионные процессы, базалевские соглашения, которые подписали, мы учитываем то, что нам говорят, то, что нам говорит ФРС, то, что нам говорит Набеулина, то, что говорит Греф, Сбербанк был создан царем для чего? Для того, чтобы сберегать состояние, которое человек за всю жизнь заработал, вот эти состояния избережения, сберегать, а он сегодня играет на фондовых рынках, он сегодня уже открытое акционерное общество, что это за банк такой народный? А почта России, если дальше идти, чем она занимается, кроме того, что возит пиво в вагонах, пиво Балтика, Страшнов был в этой почте, выгнали, сейчас пришел новый, абсолютно ничего не поменяется, абсолютно, потому что стратегии нет развития, они не понимают, что нужно делать, для чего была философски создана почта, они этого не понимают, у нас из-за этого проблема с бизнесом, у нас из-за этого проблема с адресами, с юридическими, у нас письмо по Москве ходит 9 дней, и они говорят, что мы сократим до 6, а что ж тогда, почему раньше в советское время письмо с любой точки страны за 3 дня доходило до адресата, а сегодня нет, надо над этим задуматься, инфраструктура была меньше, а не потому, что ли эти граждане выстраивают свои интересные схемы, для своих сиюминутных интересов. Вот в чем вся беда, в том, что нет ответственности, нет профессионалов, нет людей, которые могут действительно болеть душой за страну, люди, которые болеют душой, которым обидно за то, что происходит, которые не могут ничем с этим, их выкидывают, их сажают в тюрьмы, вы посмотрите, что происходит, идет отжимание бизнесов, а потом они уходят в думы, везде уходят эти руководители высоких постов, и уже радуются, вроде как мы один этап прошли, его закрыли, к этому не вернемся, потому что закон не имеет, так сказать, обратной силы. А рассуждают они просто, у нас все есть и еще будет, а все остальное население пусть живет по законам, надо мы еще добавим закона, а еще лучше, займем их, займем их, значит, отчетностью, налогами, но чтобы они меньше уделяли внимание, заботам о развитии гражданского общества. Вот что происходит. И это маленькая часть, которую я сегодня сказал, что происходит. Я могу об этом говорить очень много, но я не хочу. Я хочу сказать одно, что, Владимир Владимирович, я благодарен вам за то, что вы пришли и действительно приняли страну в таком состоянии, которая, ну мало, наверное, тот момент, мало кто мог ее вытащить. Но вы смогли это сделать. Но сегодня уже другой этап. Сегодня другой этап, Владимир Владимирович. Надо передать, надо передать не силовикам, надо передать хозяйственникам, людям, которые душой болеют за нашу родину. Которые не будут вызывать у людей, через СМИ, патриотизм. А этот патриотизм будет сам возникать в тот момент, когда нужно будет. И поверьте, наш народ, как один встанет за родину. Не надо бояться этого. Но и не надо при этом наш народ так гнобить. Не надо. Дайте ему возможность сделать свой выбор. Дайте ему возможность хоть как-то проявить себя. У нас очень умные люди. У нас люди предприимчивые. Они выживут в любой ситуации. Такой нации нет на земле, как наша. Мы должны приумножать и увеличивать нашу, так сказать, демографическую принадлежность к своей, так сказать, собственности. Нельзя, нельзя человека вгонять как гвоздь в доску либо в землю. Нельзя. Если мы что-то берем, то всегда должны давать. Это же принцип. Это природный принцип. Вы посмотрите, если дерево дает плод, то оно потом все равно осыпает его листвой осенью. Листва перегнивает, и это становится почвой для того, чтобы на следующий год дерево питалось. Но оно отдает. оно всегда отдает. Это закон природы. Нельзя брать и брать с дерева, и чтобы оно дальше давало. Нельзя, не подкормив его. А у нас все получается, как говорится, в одну харю. Все берут чиновники, а остальным не дают. Президент, конечно же, не может все контролировать. Понятно, он и так уже начинает в роли инспектора, так сказать, работать у нас в стране. Но ведь есть система, которая должна за этим следить. Я не имею ввиду силовая система, я имею ввиду комплекс, так сказать, общий комплекс механизмов и инструментов, который должен противодействовать вот этим всем, так сказать, незаконным и противозаконным. У нас суд не работает. У нас не работает суд, он работает на что? Вы посмотрите, в ту, в которую сторону надо, в ту он и будет работать. Законы работают избирательно, только те, которые надо. Это неправильно. Государство правовое. И человек вправе в нем иметь голос. Вправе. я считаю, что Владимир Владимирович, вы очень мудрый человек и всегда принимали верные решения. И в этот раз вы примете решение мудрое. Дайте дорогу молодым. еще хочу два слова сказать об оппозиции. У нас в стране нет конструктивной оппозиции. Нет, потому что та оппозиция, которая существует, это не оппозиция. У нас их две. Одна у нас та системная, где Жириновский, Зюганов и Миронов. Я о них сказал. Они сидят и очень хорошо сидят. Им тепло, как говорится, и они не чирикают. И вторая, которая оторвана от этой кормушки и хочет до нее добраться. Вот поэтому у нас нет конструктивной оппозиции. А была бы, может быть, тогда бы и по-другому все шло.